9 часов воскресенье это проект башка лапочка любовь и я священник константин мальцев напишите пожалуйста слышно видно или сердце сердечко нажмите чтобы я видел что уже все работает всех вас поздравляю с воскресенье мне он с праздником преображение господня вот большой праздник сейчас конечно расскажу о празднике том что мы читали сегодня иванское чтение ну если вот вопросы с радостью отвечу на ваши вопросы но для начала хотя бы чтобы я понял как меня слышно видно поставьте лайк или напишите все слышно и мы начнем с вами общаться все вижу благодарю благодарю вообще мне будет очень приятно и проще с вами общаться если допустим я ответил на ваш вопрос вы там написали спасибо или нажали лайк чтобы я понял что вы услышали ему ответ то есть такая обратная связь ну давайте начнем сегодня большой двунадесятый господский праздник преображение господня вообще так вот чудесным образом господь в жизни мне сподобие побывать в иерусалиме в частности на горе фавор многие могут даже в интернете на ю тубе в виде чудо которое происходит на преображении практически почти каждый год среди ясного неба во время богослужения вокруг храма образуется облако как бы так вот опускается сверху вот и по господь все губы отмечает этот праздник промыслительно но мы сейчас священном писании вспомним значит немножечко праздники мы читаем священном писании что господь берет троих учеников своих на гору петра и иоанна якова и восходит они на гору фавор это очень такая высокая гора мы наверное на газели ну наверно минут десять ехали на самый верх добрый вечер всех приветствую рад что вы подсоединяетесь как то получается так чтобы я себя видел надо немножко в кость смотреть если прям в камеру так вот и поднимается не на гору и происходит неожиданное господь преображается то есть показывает свою божественную природу и мы читаем священном писании что лицо его засияло яко солнце и одежды его стали белы как снег и рядом со господом явились два пророка моисей и илья которые пророчеки опять-таки перед вторым пришествием христа опять как придут на землю да как мы знаем как ситуации говорят как минимум да что очень значимо в этом того что вот так духовно хорошо апостол говорит что давай мы сотворим здесь три шатра один для тебя длин для моисея другой для или пророка вот но не успев высказать свое желание скажем так вернее успев но неожиданно из образуется облако из которого слышен голос это сын мой возлюбленный о нем же благоволите то есть его же слушайте то есть господь отец подчеркивает значимость не просто этого человека а пока отчеркивает значимость что это не просто чего человек это сын мой вот господь еще раз подчеркивает второй раз мы помним время первое на во время крещения на виде голубя дух святой сошел на христа и также был голос это сын мой то есть опять-таки мы подчеркиваем в священном писании мы читаем что подчеркивается что это не просто как бы человек носитель божественного начала а это сын божий которого очеловечился потому что часто пишут как мог родиться бог от человека но как мог господь сотворить весь мир одним только в словом неужели он не мог родиться вот человека в частности богородицы ведь она благочестивые родители были у нее она жила при храме она была непорочна то есть господь выбрал такой сосуд который смог вместить в невместимое вот и последнее что мы читаем в иванское чтение и господь запретил когда они спускались горы фавор он запретил им доколе пока сын человеческий не воскреснет то есть только после воскресения христа ученики смогли уже делиться вот этим событием вот так же этот праздник ну по-народному скажем так именуют яблочным спасом вообще надо сразу сказать что все три спаса они связаны со спасителем но никаким образом они не связаны с какими-то продуктами когда горят яблочный стас медовый то есть мы не празднику служим не праздник не плодам день плодородия какого-то а именно служим господу а к этому времени времени созрели уже яблоки вот орехи у нас третье ореховый да просто народе звучит называется а первый у нас медовый в знак благодарности ко господу за его благодеяние за плоды люди собирают приносят освещают и вкушают ну и также делятся этими плодами с нуждающимся в храме что-то оставляют в знак опять-таки благодарности вот сегодня у нас преображение господне так называем второй спас чем вас мои дорогие сугубо и поздравляю с преображением господне желаем вам искренне чтобы ваши души преображались и вы услышали добрый ответ от господа ну теперь можно перейти к вопросам если у вас таковы есть давайте я пролистаю почитаю кто что тут нас писал добрый вечер с праздника с праздник добрый вечер добрый вечер с преображение спасибо госпу александр благодарю пишите свои вопросы а я пока вы пишете вопросы отвечу на один вопрос который мне в течение не дали в неделе задавали на самом деле вопросов очень много задавали но коснусь нескольких ну на чем сначала допустим вообще почему-то эту неделю очень много женщин задавала вопрос относительно хождение в храм в женские дни вот очень много мне наверно ну наверно пять женщин задала вопрос в прямом косвенном там по поводу осквернения телесного задавали в том числе в инстаграме задавали вопросы вот ну давайте наверно коснемся их потому что это часто обыденно задают вопрос давайте его и коснемся значит можно ли ходить женщине в женские дни в храм можно ходить мое частное мнение что желательно в сторонке стоять ни к чему не прикасаться лишних как бы там тем более там в таинствах участвовать хотя есть у нас такое духовное основание одни святых как бы сказал что все дозволено кроме причастия но я считаю что это короткий период когда можно и немножечко воздержаться от всякого почему надо суть вообще сказать почему в храм даже мы вот когда читаем общую исповедь буквально было недавно общая исповедь я читал что грехи перечислял и было озвучено в нечистоте приходила в храм почему по сути ничего нельзя потому что в храм это место где уже приносится бескровная жертва то есть при части мы готовим на просворе и на вине прообразно это является тело и крови господа раньше в храме приносили жертвоприношение там ягненков голубей горлиц сейчас не приносится опять-таки сейчас бескровно же просвора да поэтому как бы вот с этими в первую очередь ассоциируется но женщине не запрещается сегодня гигиена позволяет поэтому всталовка с краешку к молись трудись для спасения своей души как бы никто тебе не имеет права выгнать средства гигиена сегодня это позволяет поэтому но чтобы искушение не было какого-то переживаний получше ни к чему не прикасаться хотя явного запрета в этом нету вот потом еще вопрос был если вот произошло осквернение можно ли идти на причастие если ты готовился ну с мужчинами проще до момента хотя вот я вот сразу подчеркнул у священников и мы же допустим вот воскресенье сегодня да малая пасха и большой праздник двунесятый если вот непредвиденно так произошло то мы читаем даже молитву на после осквернения да если так кто не знает что такое осквернение 77 извержения скажем так было во сне вот и у женщина что-то подобие но опять-таки у вас нету такой молитвы но тем не менее вы сугубо готовились воспринимая как искушение можно сказать там на исповеди что вот было такое искушение и уже идете после беспойди если священник допустил он берет уже на себя эту ответственность и вы идете тогда на причастие вот другой вопрос почему возможно такие вот биологические моменты во первых и и от пищи зависит и от духовное состояние зависит ведь когда мы готовимся к причастию воздерживаемся не только в пище но и плоских отношений дабы вот каких-то искушений не было то есть и тело и душу готовим к причастию встречи с господом вот это вот такие вопросы телесного плана очень много задавали на этой неделе так ну давайте посмотрим что у нас были ли вопросы вы написали так добрый вечер батька и всех кто в эфире спасибо господи здрасте а правда что кто делал аборт нельзя до яблочного спасая яблоки есть с дерева хороший вопрос евгения благодарю сейчас отвечу вообще нужно сказать что фрукты и праздник они прямым образом никак не связано если вы съедите яблочко до прям до преображения греха в этом нету а тем более какая-то привязка беременная не беременная это уже вообще к побочные какие-то это из области суеверия а как вы знаете еще раз процитирую в словаре ожиковой дали суеверие это ложная вера предавание вещам не духовно смысла духовно поэтому спокойно кушаем яблоки пришло преображение пришел вернее праздник преображения мы взяли яблочки осветили мед еще там плоды какие-то виноград и вкушаем просто то освещенное это не освещенное священную конечно на более благовейно относиться там не мусорку в грязную допустим выкидывать огрызки хотя бы мы как бы духовно так но все равно поскольку вроде осветили желательно если это частный дом ну где-то на огороде прикопаете чтобы он перегниет наоборот по очереди будет польза а так некоторые начинают искушаться переживать вот я мусорку выкинула мусорка там свалкой там подобное она уже освещена чтобы не было такого плана искушения ну пожалуйста если это частная квартира ну но масса масса вопросов может как это все-таки решить вот ну да до фанатизма доводить это конечно не надо вот здравствуйте здравствуйте так давайте так если ответил услышали моего ответ значит поставите ли серичка или напишите лучше серичка сразу вижу по что пока я дойду до конца вопросов все спасибо господи вижу в евгения чтобы обратную связь иметь здрасте здрасте с праздником пасе господи ходила сегодня светить рад за вас можно узнать а почему я жить не хочу я так устал от людей знаете в акафисте слава богу за все есть такие замечательные слова и благодарю тебя господи за то что у меня в сердце сердце покой потому что там христос когда у человека становится пустота он начинает реагировать по большому счету на всех он сам начинает раздражаться он начинает как-то неадекватно для же порой агрессивно себя вести надо понять с чего это началось почему чем вы живете как минимум мария может быть вы не в храм не ходите давным-давно исправить причащались не молитесь вот на фоне этой пустоты уже более и более начинаете реагировать на людей на людей нужно реагировать более сострадательно потому что сейчас здоровых людей нету кто головой болен кто психикой кто телом поэтому ждать какого-то адеквата не всегда приходится поэтому на фоне этого и сами где-то может быть не существуете где-то люди не существуют и на фоне этого накапливается вся это и стрессовое и духовное напряжение накапливается надеюсь ответил мария на ваш вопрос вижу спасибо господи благодарю вижу что ответил полетели пальчики так мария если такие мысли надо гонять их как-то развеется вообще вам порекомендую сейчас конечно не великий пост а великий пост мы читаем вспомните молитвы ефрема сирина да господи владыка живота моего дух праздности уныния любоначалия празднословий не дашь мне души целомудрия смиренно мудрия терпение любви даруй мне работ вам ей господи царю даруй мне зрите моя прегрешение и не осуждайте брата моего то есть как вариант вот видеть свои грехи читайте эту молитву оптинских старцев которые очень мудро на благодаря святым отцам оптинской пустыни да именно о смирении о промысле божьем когда мы молимся душа успокоивается и гораздо все проще становится и на людей проще смотреть так душе так тяжело вот нужно поисповедоваться если вы давно исповедились вам прям это необходимо так марина доходить церковь отдохнуть может быть даже отдохнуть может физически уже настолько переутомилась что пора отдохнуть все может быть просто организм истощился так это черная полоса давайте многие знают этот анекдот они некоторые нет расскажу два человека встречались и и один другого говорит как у тебя в жизни да ты знаешь все плохо какая-то черная полоса ну держись мой друг вот прошло время встречается через какой-то они период и тот его спрашивает ну как у тебя легче стало помнишь мы с тобой встречались да конечно помню вот я тебе еще сказал что у меня черная полоса была ну да но что лучше стало нету не черная была то белая была поэтому как мы воспринимаем мир может быть у нас на самом деле сейчас белая мы все думаю что она черная так я с детства яблоки ем у меня остается только плодоножка то и плодоножку можно наносить шучу конец так добрый вечер всем с праздника спасибо господи батюшка спасибо за ответ слава боже батюшка концу спасибо я переселила свою гордыню и обиду и помирилась с мамой вашей молитвой ирина я очень рад за вас вы прям сделали большое дело я искренне вас благодарю и поздравляю за ваше вот такой вот маленький ну под маленький но подвиг поздравляю вас вот мои родные есть ли еще вопросы пишите буду рад ответить еще раз с вас праздником если есть вопрос пишите а я сейчас помню что мне еще за вопросы задавали на этой неделе за крестик задавали вопрос значит у пап пишет парень парня не просто вся чернеет а только половина цепочки и крестика чернеет что уголь делать такой ситуации стоит ли реагировать бояться ли этого или нет вот надо опять-таки до фанатизма не доводить сначала мы чистим зубной пастой или зубным порошком почему потому что элементарно от потом может окислиться металл если какие-то ничего не помогло и она продолжает вот нужно все-таки проанализировать может быть господь где-то и подсказывает да но нужно проанализировать как ты живешь когда ты по 7 раз исправиться причащался если что-то в голову приходит что что-то смущает да может быть это вот из-за этого и а это как правило какой-то грех надо значит исправляться ну все все возможно человеку другое дело хочет он этого или нет вот поэтому что сказать человеку первое мы чистим порошком второе зубным порошком или пастой а второе мы анализируем и каемся если есть такое смущение так сейчас подарите не совсем понимаю вопрос малой любит слушать я заметила как поют церкви что ему включить можно чтобы слушать а вы вместе с приемиться прислушать вы трудитесь включать и какие-то церковные песнопения или акафис какой-нибудь который нараспев пожалуйста почему бы и нет если ему это нравится какие-то песнопения включаете было хорошо кстати на этой неделе хороший вопрос задали вот относительно ребенка и песнопения сейчас поделюсь вам ксюша я ксюша да я надеюсь ответил наш вопрос он вот спокойно он становится на распокойный ну и слава богу и если этого душе помогает я очень рад поставьте лайк или сердечко чтобы я увидел что вы услышали мой ответ вот расскажу тоже вопрос задавали говорит батюшка прихожу в храм со своей маленькой доченькой и во время службы когда поют она тоже начинает петь то есть она слов не знает но дома там начинает подпевать им некоторые обращают игры тише тише ты что там вот как на это реагировать то ли ребенка отдергивать выходить из храма или как вот ну давайте так если она любит дитё петь ну вот служба закончилась вот я бы не против был чтобы дитё попыталась что-то спеть там церковное там я допустим уж господи помилуй вместе с дитём спел если у неё такая вот душевное желание как-то в храме прославить бога да вот но во время богослужения конечно людей может это сбить как-то с молитвы на состояние поэтому конечно нужно с ребенком говорить заранее что люди молятся их отвлекать не нужно вот если ребенок допустим еще меньше там расплакался но выйти выйдете вы на 5-10 минут из храма на чтобы ребеночек успокоился потом зайдете ну ничего страшного там нету это все элементарно так ксения наверное все таки не ответил на ваш вопрос по что я не вижу в одни не сердечко не ничего не поставили а вот куда спасибо все вижу они же пролистал и текст написали благодарю вашка если сон вещи снился плохой и чтобы не сбылся что читать такие вообще вот давайте так скажем мы не такой святой жизнью живем чтобы нам снились сны от бога чаще всего это какое-то искушение поэтому если мы понимаем что это возможно искушение то встали и сказали господи на всю воля твоя как ты управишь так и будет это есть и своими словами вообще очень хорошо Иоанн Кроштадский по воду снова говорил что за ними нужно наблюдать анализировать их нужно потому что сон это отображение нашего внутреннего духовного состояния поэтому вот можно Иоанну Кроштадскому помолиться чтобы он уже сам и спросил у господа что полезно для нашей души надеюсь я ответил ксения на ваш вопрос вижу все вижу спасибо Игорь шалом и тебе приветствую Игорь у нас любит у нас любит батюшку перепевать напишет или девочка интересно может быть это будет будущий батюшка может быть это будущий регент так как пересилить свою лень читаю утром и вечерние утром и вечерние только очень наш Богородице Дева Радуйся и в течение дня Иисусу Своему Алипту не беру мальту от слов и еще много лень и почтения духовной литературы Ирина ну мы с вами не первый день знакомы по-моему вы достаточно умная женщина вместе с супругом стали как минимум пополам поделили и почитали ну что такое очень наше Богородице Дева Радуйся ну это дети так читают и молятся ну мы же с вами хотим получить добрые плоды добрый ответ от Бога ну значит надо и потрудиться в том числе поэтому ну что там десять минут утреннего правила десять ну пятнадцать минут утреннего правила ну что такое пятнадцать минут в рамках скажем так суток ну вечернее правило там полчаса читается на сон грядущий ну что такое полчаса ну давайте час для Господа в день ну что такое час мы на сиденье в телефоне на сиденье в сериалах в танчиках манчиках и тому подобное десятки часов тратим а для общения с Богом мы не можем час в день потратить ну давайте как-то будем честны со своей совестью если мы хотим быть с Богом так надо потрудимся потрудиться а если не хотим то давайте не будем лицемерить и честно себя назовем безбожниками давайте все таки критично подходить к себе а вы Ирина ну далеко не лентяйка поэтому пожалуйста я вас верю так мир вам батюшка такой вопрос если я верующий но курю сигареты это грех и как его искупить ну искупить вообще у нас искупление какого понятия нет у нас искупление от если Господь только искупитель да рода христианского мы может быть как-то противовес можно сказать во первых каемся в этом грехе даже если оступаемся все равно каемся потому что если мы не каемся это корень углубляется 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 поэтому безусловно в нем надо каяться относительно противовеса я бы сказал так начать два тут пути каком-то волонтерством заняться который призывает здоровый образ жизни в духовном плане безусловно надо молиться в этом прославилась икона Божьей Матери неупиваемая чаша молиться безусловно медицину привлечь какие-то вот никореты и тому подобное то есть всесторонне пытаться справиться с этим недугом всесторонне я думаю если есть искреннее желание то вы справитесь а если это так знаете я мне нравится такое выражение кто хочет ищет возможность а кто не хочет ищет причину вот если вы будете только причину искать вот я сорвался я там понервничал когда человек срывается он кается и молится а не курит вот поэтому чтобы справиться с грехом так бы курение надо и духовно и телесно трудиться а если у вас есть дети ну простите за прямое слово надо еще мозги включать что вы подаете пагубный пример своим детям и если они завтра начнут курить вы не удивляйтесь если вы ему скажете или не кури он скажет папа ты чё ты мне какой пример подавал что ты от меня хочешь ты своими сигаретами рядом со мной стоял убивал меня этим никотином а теперь ты мне говоришь не кури вот если тем более здесь а дети они очень так двигатель для нашего изменения жизни я думаю еще лучше обязательно молиться надо без без бога не до порога надеюсь александр ответил на ваш вопрос если ответил нажмите там сердечко сердечко